В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Открытие сезона катания на коньках в Видном отметили ярким праздником. Мы на территории Ленинского района подготовили 27 ледовых покрытий. Во дворце Спорта Видное прошла заключительная игра группового этапа Кубка Европы по баскетболу. Спарта НК поборолась за место в тройке сильнейших. Девочки молодцы, они борются до конца. Я смотрела матч, когда они в Польше с ними играли. Детский сад и начальная школа Видновской прогимназии отпраздновали юбилей. Круглые даты в 45 и 20 лет прошли под лозунгом «Рябинка, ягодка опять». Открытие сезона катания на коньках в Видном вчера отметили ярким праздником. Несмотря на морозную погоду, каток на стадионе «Металлург» посетило около двух сотен видновчан. Многие в этот вечер пришли на лед на коньках и отметили его высокое качество. Татьяна Брылова продолжит тему. Открытие сезона катания на коньках превратилось в большой веселый праздник. Свои умения показали воспитанники Ледового дворца Арктика, юные хоккеисты, а затем и фигуристки. Торжественную церемонию сделали короткой, но эффектной, завершив ее ярким салютом, после которого все желающие смогли опробовать лед. Праздник такого масштаба, там бесплатные угощения, здесь Дед Мороз, выступления на таком высоком уровне, все, дети в восторге просто. Тебе нравится? Да. А что тебе нравится больше всего? Мне нравится, как Дед Мороз и Снегушка сюда пришли. А ты на коньках хорошо катаешься? Ну, не очень. Учишься? Да. Буду кататься с друзьями часто, да. Станислав Крендель, хоть и занимается футболом, вместе с друзьями планирует проводить свободное время на катке. Я буду ходить сюда каждый выходной, когда будет время. У нас сейчас будут каникулы, буду сюда ходить. Среди катающихся было много людей, которые сняли на время галстуки и надели коньки. Один из них – глава Ленинского района. Он пришел на каток вместе с супругой и дочерью. Валерий Венцель признался, что выходные предпочитает проводить с семьей в своем Ленинском районе. Всегда в районе проводим, да. Ну, либо выезжаем к родственникам, которые также живут в Подмосковье. А так здесь пользуемся и площадками игровыми, и с детьми посещаем наши спортивные учреждения. Поэтому мы стараемся проводить здесь, на территории. Одной из главных задач, которую перед собой поставила районная администрация – дать возможность всем жителям муниципалитета посещать катки недалеко от дома. Мы на территории Ленинского района подготовили 27 ледовых покрытий, для того, чтобы наши жители могли выходные, либо будние, вечерние часы, выходные дни провести, использовать для дела, так сказать, для здоровья время, чтобы можно было прийти покататься на коньках. И на самом деле это очень замечательно, потому что у нас появляется много новых микрорайонов. У нас прививает большое количество наших уже новых жителей. И мы стараемся сделать так, чтобы на территории Ленинского района можно было с удовольствием, комфортно проводить свой досуг и будние дни. Каток на стадионе «Металлург» будет открыт для бесплатного катания по выходным и с 16 часов по будням. Точное расписание работы можно узнать на сайте Дворца спорта «Видное». Но уже в ближайшее время в городе по адресам ПЛК 10 и 19 также будут залиты хоккейные коробки. Что ж, все на лед! Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Скоро покататься на коньках можно будет в поселениях всего муниципалитета. Еще одно ледовое покрытие подготовили в сельском поселении Молоковское. Так что его жителям не придется далеко ехать, чтобы с ветерком прокатиться по льду. О том, как проходила заливка катка, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книгин. Все любители хоккея и катания на льду могут смело расчехлять свои коньки. Установившаяся морозная погода позволила залить катки на территории Ленинского района. В сельском поселении Молоковское один из самых больших. Заливку осуществляет МБУ Дорсервис. Мы ежегодно заливаем катки по поселениям, которые мы обслуживаем. В этом году пять катков мы опять заливаем. Вот поселение Молоковское – это один из них. Заливаем по технологиям. Специальные люди у нас, организации, которые этим занимаются профессионально. Поэтому, я думаю, доставим радость жителям. Технология заливки льда проходит в несколько этапов. После того, как выпало необходимое количество снега, его нужно уплотнить, чтобы в будущем нарастить достаточный слой льда. В данный момент уже приступили к четвертой заливке на сегодняшний день, чтобы добиться определенной толщины – это 10-15 сантиметров. После этого, как мы добьемся 10-15 сантиметров, уже будет выравнивающий слой горячей воды. После этого уже смогут детишки и взрослые кататься на катке. Каток в Молоковском поселении всегда пользуется большой популярностью. Традиционно здесь занимаются зимними видами спорта. А также территория возле катка становится любимым местом для прогулок с детьми. В темное время суток здесь зажигаются огни освещения и красочная иллюминация, что создает по-настоящему праздничную атмосферу. Мы обязательно будем приходить сюда не только в праздничные дни, но и гулять здесь вечером с удовольствием, потому что освещение очень красиво, детям очень нравится. Замечательно. Здесь всегда дети и родственные приезжают играть, ребята. Занимается здесь начальство. Все время каток здесь в порядке. Уже в ближайшее время лед сделают ровным, и жители Молоковского поселения смогут насладиться катанием на коньках. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском районе проходит открытое первенство по хоккею с шайбой среди любительских команд. В минувшее воскресенье в Ледовом дворце Арктика состоялось сразу три встречи. Особенно интересной стала игра между командами «Металлург» из Видного и «Пираньи», представляющими совхоз имени Ленина. На Ледовом побоище побывала наша съемочная группа. В этот день предстояло сразиться с сильнейшим командом района. Видновский «Металлург» встретился с «Пираньями» из совхоза имени Ленина. От одного названия последней можно было готовиться к поражению. Но команды хорошо знакомы друг с другом. На протяжении долгих лет они встречались на Ледовом поле. А потому знают как сильные, так и слабые стороны соперника. На протяжении уже десятилетий, можно так сказать, эти две команды между собой соперничают. Поэтому предсказать результат в каждой игре нереально. Сегодня выиграют одни, на следующей игре выиграют другие. Поэтому также вот вы видите и «Металлург» висит победитель, и «Пираньи» победитель. Но первый период в этой встрече определил лидера. Два гола забил Дмитрий Чижов. Еще одну шайбу в ворота отправил Андрей Тимошин. В перерыве между периодами игроки «Металлурга» поделились впечатлениями. Помогают товарищи. Без них сложно играть. Благодаря им и получилось забить. Именно этот гол очень сильные эмоции ощущал. Потому что до этого как раз моего напарника прессанули в борт. И хотелось наказать за это голами. «Пираньи» действительно отличались жесткой игрой. Возможно, таким образом выражались обиды за полученные голы. Между тем, спортсмены отмечают, что в любительском хоккее это против правил. Наши соперники «Пираньи» играют именно так. Они проигрывают и хотят себя, наверное, проявить. Выплескивают свои эмоции через силовую игру. Но и это отчасти делает матч интереснее. Болельщиков, хотя и было немного, они пришли сюда за интересной игрой. У «Пираньи» моментов пока вообще никаких не было. Они что-то слабовато сегодня. Игрок «Пираньи» Михаил Тихонов многих соперников хорошо знает. Играли не только друг против друга, но и в одной команде. Все хотят выиграть. Это так и есть. Как получится, лед рассудит. Ребята молодцы, стараются. Начальник команды «Металлург» Александр Шлюев внимательно следит за всеми играми. По его мнению, винновчане могут рассчитывать на выход в финал. Практически все выигрывали. Где-то в пять шайб, где-то в одну шайбу. Где равные игры были. «Металлург» выигрывает. Так что... Мы желаем ему победы. Да. Скажи, а если бы «Металлург» проигрывал, как бы ты? Ну, я бы надеялся на чудо, чтобы «Металлург» все-таки победил. Но чудо не понадобилось. Видновчане успешно завершили матч со счетом 4-2. В дворце спорта «Видное» прошла заключительная игра группового этапа Кубка Европы по баскетболу. «Спарта-НК» боролась за место в тройке сильнейших с польской командой «Артега-Бытгощ». За ходом игры следила наша съемочная группа подробностей в сюжете Анастасии Ворониной. «Спарта-НК» приняла у себя в гостях польскую команду «Артега-Бытгощ». И, как всегда, видновчанок пришли поддержать их преданные болельщики. «Девочки молодцы, они борются до конца. Смотрела матч, когда они в Польше с ними играли. Думаю, сегодня у нас все получится». «Обязательно надо победить сегодня». Обе команды, примерно равные по силам, настроенные только на победу, резво начали матч. В начале игры удача была на стороне наших девчонок. Они один за другим забрасывали мяч в кольцо. Но польская команда не отставала, много атаковала и нарушала правила. Во втором периоде встречи гостям удалось догнать хозяев на табло. А на последних минутах полячки провели быструю атаку, забросив важный мяч. И отправились в раздевалку, уже ведя в счете. «Вначале мне очень понравилась слаженность. Очень понравился тот состав, который Сергей Николаевич выбрал на старт игры. Я думаю, что это очень правильное было решение. Но в середине второй четверти мы очень сильно снизили процент попаданий. Из этого сложился минус». В завершающем периоде удача окончательно перешла на сторону соперника. И как ни старались видновчанки, им не хватало точных бросков. Преданный болельщик Олег Гуляев не пропустил ни одного матча «Спарта-НТК». И, как всегда, очень переживал за российских спортсменок. «Сегодня слишком много мажут издалека. Бросают трех очков. Что-то не нравится». В итоге «Спарта-НТК» в заключительной игре группового этапа Кубка Европы проиграла «Артега Бетгощ» со счетом 44-55. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Зимой у сотрудников Государственного административно-технического надзора хлопот прибавляется. Прежде всего это касается уборки снега вблизи социальных объектов и на детских площадках. В один из первых рейдов в поселок Развилка вместе с инспектором Госадмтехнадзора отправилась и наша съемочная группа. Ударившие морозы окутали деревья серебристыми нарядами на радость местным фотографам-любителям. Но не ради творчества приехал сегодня в Развилку сотрудник Госадмтехнадзора. Хотя и его главный инструмент, помимо протокола, именно фотокамера. С ее помощью Евгений Земляной фиксирует состояние, в котором находится одна из детских площадок. Детская площадка должна быть огорожена. Образдение, освещение. Но освещение есть. В одном из дворов, недалеко от Развилковской школы, вроде и снег утоптан, и пользоваться игровыми формами можно без ограничений. Однако нарушение налицо. По правилам снежный покров должен быть убран полностью, в данном случае, до резинового основания. Помимо наличия снега, инспектор смотрит и на общее состояние детского городка. На этой площадке играют дети сразу из нескольких домов. И здесь, помимо того, что не убран снег, инспектор нашел сразу несколько других нарушений, в частности, отсутствие ограждения и обязательных информационных плакатов. Еще один адрес в центре Развилки. Здесь снега даже побольше. Иногда управляющие компании ссылаются на недавно прошедший снегопад. Но в данном случае такая отговорка не сработает. Существует четкий регламент, когда именно детские площадки должны быть полностью очищены от снега. Они должны убраны быть до основания, после окончания снегопада, в течение 12 часов. В данный момент мы видим, что уже несколько суток закончился снегопад, а детские площадки управляющей компанией не убраны. У местных жителей еще свежа в памяти прошлогодняя ситуация, сложившаяся на улицах поселения из-за обильных снегопадов. Тогда, в течение нескольких дней, выпала месячная норма осадков. Поэтому нарушения, которые выявил сотрудник Госадмотехнадзора, им кажутся несущественными. Они считают, что это не их территория, они около домов чистят. Сейчас более-менее, потому что снега немного. Ну, я не знаю, может, в этом году получше будет, но в прошлом было очень плохо. Вот потихонечку убирают более-менее, но то, что делается вокруг, печально. Тем не менее, не все местные жители считают, что уборка снега ведется удовлетворительно. На один из объектов, заснеженную тропинку между домами 22 и 29, инспектор приехал благодаря сигналу граждан. Поступила жалоба о том, что данную дорожку обслуживающая организация не убирает очень длительный период. Здесь в прошлом году было проведено благоустройство данной территории по программе губернатора. Суть в том, что данная площадка, будем сейчас выяснять, кто за нее отвечает. После выяснения ответственных лиц и организаций, по итогам инспекции будет сделано предписание об устранении нарушений, при этом на виновников наложат шраф в 15 тысяч рублей. Максим Козлов, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ. Детский сад и начальная школа Видновской прогимназии отметили юбилей. Круглые даты в 45 и 20 лет прошли под лозунгом «Рябинка, ягодка опять». Многолетние традиции и современные веяния успешно гармонируют в этом учебном заведении. О том, чем запомнился праздник и какие задачи руководство прогимназии ставит на будущее, расскажет Юлия Погосян. Видновская прогимназия считается одним из лучших новаторских учебных учреждений Ленинского района. История ее насчитывает не одно десятилетие. 45 лет назад был открыт детский сад «Рябинка», а в 1998 году на его базе заработала начальная школа. Сегодня в прогимназии обучается более 200 детей. Все педагоги – профессионалы высшего класса. Основной упор делается на развитие полноценной личности ребенка. «Доброты, высокого качества учебы, чтобы дети познавали окружающий мир в многообразии его сторон. У нас работает квалифицированный состав педагогов. Более 80% педагогов имеют высшую квалификационную категорию. У нас есть специалисты дополнительного образования». Многие педагоги работают в «Рябинке» с основания. Например, Лариса Токарь стояла у истоков создания прогимназии. Она вспоминает, как черпала опыт у научных сотрудников Российской академии педагогических наук. Тогда была создана обучающая программа, которая используется и по сей день. «Основной – это такая линия, которая очень тесно связана со средней школой. И мы уходим далеко вперед, в отличие от обычной начальной школы. Книги интересные, развивающие и дают очень хорошие результаты. Судя по тому, как наши выпускники заканчивают школу и серебром, и золотом. В общем, удачно подобрана очень программа. И, конечно, нам, авторы учебников, нам очень-очень помогали все годы». Ученики отвечают своим наставникам взаимной любовью. Видно, что детям учиться здесь комфортно и интересно. Они раскрывают потенциал, проявляют творческие способности. Вся праздничная программа, посвященная юбилею учреждения, была подготовлена воспитанниками прогимназии. Они пели, танцевали, поздравляли коллектив с торжественной датой. «Моя прогимназия, моя страна, полна открытий во всех будущих временах. Моя прогимназия, мои друзья и педагоги, мы все как одна семья». «Я бы хотела пожелать долгой продолжительности жизни вот этой прогимназии. И хотела, чтобы все развивалось, все было лучше и в поколение переходят все разные науки». Праздник посетил глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов. Он поблагодарил коллектив прогимназии за работу и пожелал дальнейшего процветания. «Ни одна сотня выпускников, может уже тысячи, может больше, ваших воспитанников сегодня проносят пользу и государству, и области, и в том числе и Ленинскому району. И поэтому я могу пожелать одно – долгих, плодотворных лет жизни. Наталья Викторовна, вам и вашему коллективу». Моисей Шамаилов передал директору прогимназии подарок от главы Ленинского района сертификат на 100 тысяч рублей, который станет хорошим подспорьем для развития учебного учреждения. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И в заключение выпуска традиционно о погоде. Синоптики предсказывают, что завтра, 18 декабря, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, без осадков. При этом мороз немного ослабнет, столбик термометра будет показывать минус 11 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.